Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Здравствуйте, в студии Владимир Сметанин. Городская дума приняла бюджет Кирова на 2023 год. Во вторник депутаты проголосовали за главный финансовый документ города. В следующем году доходы городского бюджета составят 19 миллиардов 700 миллионов рублей, расходы 19 миллиардов 900 миллионов. Дефицит таким образом составит почти 300 миллионов рублей. Что касается планового периода 2024-2025 годов, то бюджет пока сверстан как бездефицитный. Доходы и расходы составят в 2024 году 19,5 миллиардов рублей, в 2025 почти 15,5. В администрации особо подчеркнули, что в 2023 году на озеленение города выделят 70 миллионов рублей. На эти деньги приобретут технику, инструменты и саженцы. Активно будут заниматься и сносом аварийных деревьев. Экономика. В Кировской области начала снижаться стоимость жилья. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил губернатор Александр Соколов. По его словам, для этого ему пришлось много общаться с застройщиками. К лету этого года строительный комплекс в нашей области находился в состоянии коллапса, потому что между региональным правительством и строителями не было взаимопонимания по ряду ключевых моментов. Глава региона отметил, что ему пришлось приложить много усилий, чтобы разрешить этот конфликт. Рынок на это отреагировал падением стоимости квадратного метра на 12%. Соколов также добавил, что строители сами предложили возводить социальные объекты. Например, детский сад в своем микрорайоне. В эфире «Экономика». Еще одна тема, которую губернатор обсудил с журналистами, это создание в Кирове рынка арендного жилья. Это необходимо не только для местной молодежи, которая мобильно и все меньше заинтересована в покупке собственного жилья, но и для приезжих специалистов. По словам главы региона, по вопросам создания в Кировской области рынка арендного жилья, уже прошли переговоры с Институтом развития жилья «Дом.РФ». В 2023 году правительство области подготовит и направит в институт все необходимые заявки. В 2024 планируется начать строительство такого жилья. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика».